Срок ремонтов по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышел 1 ноября. Комиссией был принят только один из трех объектов – это улица Канатная. Второй подрядчик не успел вовремя завершить работу, как не старался. 1 ноября закончилось время, отведенное подрядчиком для выполнения ремонта по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только один объект по улице Канатной комиссия приняла без нарушения сроков и существенных замечаний. У нас в этом году три объекта. Введена у нас одна дорога по состоянию на сегодняшний день. Это улица Канатная. Прошла рабочая комиссия и приемочная комиссия. По проспекту Юбилейному работы подходят к завершению. Подрядчик ведет работы по обустройству автомобильной дороги дорожными знаками. По Канатной было одно замечание – это навеска знаков пешеходных переходов в неправильном направлении. Подрядчик в этот же день все исправил. Комиссия по дороге Юбилейного проспекта назначена на следующую неделю. На улице Каратеева ремонт движется медленнее всего. Такая развязка была предсказуемая, ведь подрядчик зашел сюда только в конце лета. Выяснилось, что компания, ведущая строительно-ремонтные работы, набрала большое количество объектов по всей Новосибирской области. Рассчитывали на приезд рабочих из ближнего зарубежья. Однако границы закрылись, и руководителю пришлось искать выход из ситуации. В Искитиме он делает две дороги – на Юбилейном проспекте и на улице Каратеева. По улице Каратеева работы по обустройству выполнены только на 50%. Работы по обустройству – это монтаж уличного освещения, опушительская наладка, установка дорожных знаков, перильного ограждения. И устройства ливневого лотка продолжаются. Подрядчику за то, что не успевает в срок до 1 ноября сдать объекты в эксплуатацию, будут начислены штрафные санкции. Каждый день просрочки увеличивает размер взыскания. Как рассказала Марина Овчинникова, до этого самый крупный штраф по просрочке составил 50 тысяч рублей. Но сумма действующих контрактов выше, чем прежде. Одна трехсотая ставка рефинансирования за каждый день просрочки от начальной максимальной цены контракта. По проспекту Юбилейному у нас стоимость 43 миллиона, улица Каратеева у нас 25 миллионов, поэтому штрафные санкции будут в нормальном размере насчитаны. В этом году в Искитиме использовали новый тип асфальтобетона. Его называют «суперпэйв». Главное достоинство такого покрытия – повышенный срок эксплуатации. Он считается более стойким к износу, деформации, механическим повреждениям, растрескиванию и влиянию низких температур. Качество уложенной асфальтобетонной смеси уже подтверждено результатами вырубок. Вырубки подтвердили, что полностью уложено, повода не хранится, не уплотнение, все соответствует норме. Гарантия на такое дорожное полотно составляет пять лет. Это значит, что подрядчик, если возникают дефекты, обязан будет их устранить в течение данного времени.